Вот уже три года Кристины частый гость в изумрудном городе. Конечно, Гудвина, исполняющего заветные желания, здесь нет, но Татьяна, мама девочки, признается, педагоги клуба с таким сказочным названием почти что волшебники. Все потрясающе. У нас замечательные преподаватели. И музыкальные, и дефектолог, и логопед. В общем, мы рады, что мы живем в таком замечательном изумрудном городе. Все здорово, все супер. Результаты потрясающие, просто потрясающие, потому что, сравнить, что было три года назад, у нас в плане мелкой моторики, мы, пусть у нас с дочками науками мы не очень дружим, но мы развиваемся творчески, то есть мы поем, читаем стихи. Клуб для детей, подростков изумрудный город – часть Центра народного творчества и методической работы. Для отчетного концерта его воспитанники подготовили сказку «Волк и семеро козлят». А пока до выхода на сцену есть время, на площадке клуба можно получить воздушный шарик или поиграть в настольные игры. Рядом с изумрудным городом расположилась русская горница. Так называется выставка фольклорного ансамбля «Родник». Здесь можно увидеть и рубель, деревенский утюг, и коромысло, и прялку. Мы стараемся сохранить какие-то первозданные вещи, потому что я не знаю, с чем это связано, но у них какое-то кроется очарование настоящего. Центр народного творчества и методической работы – это не только «Родник» и «Изумрудный город». Это и исторический клуб «Генерал», и эстрадно-симфонический оркестр, и творческая студия «Восьмая нота», и ансамбль «Казачья быль». Всего более десяти клубных формирований. Мы гордимся абсолютно каждым нашим клубным формированием. Не выделяем ни одно большее и меньшее, не все самые замечательные, и каждому мы отдаем абсолютно равную частицу своей души. В Центре народного творчества занимаются одинцовцы старше трех с половиной лет. Сотрудники культурно-досугового учреждения умеют найти подход к каждому. При этом их энергии и сил хватает еще и на городские мероприятия. Стоит отдельно сказать о тех людях, которые работают в нашем центре. Абсолютно со всей души отдаются своему делу. Профессионалы высочайшего уровня. И мы гордимся тем, что в нашем учреждении работают действительно очень профессиональные специалисты в сфере культуры. Кажется, очередной сезон в Центре народного творчества и методической работы завершен. Но его сотрудникам все еще не до отдыха. Впереди самая горячая пора. Первый праздник два раза планирован на 25 мая, а последний на 17 августа. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.